МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николаевна, расскажите о том, что непосредственно легло на ваши плечи. Ну, на самом деле, общественная палата отвечает за формирование списка общественных наблюдателей на территории нашего муниципалитета. И также в процессе голосования мы осуществляем мониторинг хода работы выборных избирательных участков и смотрим, как проходит голосование. Марьяна Николаевна, в период пандемии, безусловно, члены общественной палаты не сидели без дела. Это и огромная работа проводилась в волонтерской деятельности. И, безусловно, все ваши мероприятия, они перешли просто в другой формат, но они не были отменены. Вы перешли в онлайн-формат. Расскажите о том, как пандемия коснулась вашей деятельности. Ну, безусловно, пандемия коснулась активности общественной палаты, но только в том плане, что, скажем так, наши заседания, наши совещания перешли в формат онлайн-встреч, как и все мероприятия по стране. Но это не снизило активность общественной палаты. Безусловно, те вопросы, которые приходили на почту, люди обращались на горячую линию общественной палаты, они отрабатывались. И, на самом деле, как всегда, общественная палата очень активно участвует в жизни нашего округа. Ну, и, безусловно, мы не остались в стороне. И от работы волонтерского штаба, который активно работал при администрации Одинцовского городского округа, поэтому мы принимали самое непосредственное участие. Ксения, с чем обращались к вам жители? Я так понимаю, у вас, наверное, аккумулировались в первую очередь все обращения, все звонки, все просьбы? Да, вы знаете, работа не прекращалась ни на один день. Жители продолжали обращаться, они писали письма на нашу официальную почту. И мы, конечно же, разбирали все в штатном режиме. Ни один вопрос не был оставлен без внимания. Также на горячую линию поступали вопросы различные, которые возникали в процессе пандемии. Ведь у нас даже были такие случаи, помните, как это наводнение. Очень было много вопросов, когда было наводнение. Также мы всячески подключались. У нас есть замечательные комиссии, которые выезжали на место, которые помогали жителям. И мы всегда и во всем поддерживаем всех жителей, которые к нам обращаются. Ну, комиссия по предпринимательству тоже вела очень активную деятельность и помогали, мы видели и присутствовали, в том числе на этих онлайн-конференциях, заседаниях, пытались разбирать конкретные ситуации. Ну, безусловно, были, наверное, основные направления, которые в период пандемии наиболее, так скажем, остро стояли и волновали всех жителей нашего округа, да и не только нашего округа, наверное, всего Подмосковья. Безусловно, это вопросы здравоохранения, социальной поддержки и, конечно, вопросы комиссии предпринимательства, которую у нас возглавляет Ольга Лащева. И совместно с администрацией… Ну, при поддержке торгово-промышленной палаты, округа. Конечно, да. Провели большое количество онлайн-встреч, вебинаров, в форме ЗУМа. И, на самом деле, очень много вопросов, которые возникали, обсуждались, и очень многие люди получили ответы. Потому что действительно очень была актуальная тема. Но, на самом деле, до сих пор она остается актуальной. Поэтому я считаю, что в этом очень большая тоже заслуга общественной палаты и выстраивание вот этих коммуникаций между жителями, администрацией и торгово-промышленной палаты очень важно. Как только началось смягчение ограничительных мер, был проведен и инициирован общественной палатой «Круглый стол» по ПЗЗ, расскажите, почему это стало одним из таких ключевых моментов и одним из первых ваших мероприятий после, в общем-то, выхода из пандемии и перехода к привычному режиму работы? Ну, на самом деле, не секрет, что вопрос по правилам застройки и землепользования, в частности, Звенигорода, вызвал, скажем так, большой резонанс. Очень много было обсуждений, очень много было вопросов. И к нам жители обращались в общественную палату, поэтому мы, конечно, сразу отреагировали. Представители общественной палаты встречались с жителями в Звенигороде, и мы посчитали, что необходимо инициировать «Круглый стол» с участием администрации, представителей депутатского корпуса, главного архитектора Кирилла Александровича Завражина, и постараться, скажем так, максимально охватить те вопросы, которые волнуют людей, и, может быть, восстановить те коммуникации, которые по той или иной причине, ну, как-то были, наверное, неправильно выстроены или нарушены. Потому что жители, в частности, жаловались на то, что их по каким-то вопросам не слышат, скажем, не учитывают их пожелания. Но удалось ли за счет «Круглого стола» все-таки прийти к какому-то конструктиву? Ну, на самом деле, я хочу сказать, Мария, что это непростой вопрос. Он, безусловно, не решается в рамках одного круглого стола. Это действительно, скажем так, долгая дорога, которая требует определенного времени. И на самом деле я считаю, что вот этот первый круглый стол, он действительно положил начало тому, чтобы выстраивать вот этот путь к достижению взаимопонимания и решению тех вопросов, которые есть у жителей. Безусловно, те комментарии и те вопросы, которые люди поднимали, они очень актуальны. Многие действительно вопросы очень экспертно людьми проработаны. Видно, что жители действительно очень глубоко в теме и абсолютно выступают экспертами по тем вопросам, которые они поднимают. Поэтому я надеюсь, что вот в таком вот сотрудничестве мы максимально сможем решить и, наверное, ну, как бы, может быть, внести те изменения в существующее утвержденное ПЗЗ, по поводу которого люди так много говорят. И, может быть, какие-то негативные моменты, конечно, у нас тоже присутствуют, безусловно. Ксения, чем сегодня к вам обращаются жители? Вопросы совершенно разнообразные. От того, как поступить в детский садик, потому что во время пандемии люди подумали, что, может быть, какие-то учреждения не будут работать и, возможно, они не получат свою информацию, которая необходима. То есть очень много опасений, страхов. Да-да-да-да, люди спрашивают про все, про первые классы, про детские сады, люди спрашивают про, опять же, да, про ПЗЗ. Вы знаете, поступают много заявлений, хотят в общественную палату. То есть люди видят нашу работу, люди ценят то, что мы делаем, и люди хотят стать также членами общественной палаты. Вот за последнее время ко мне поступило два заявления, что, пожалуйста, примите нас, члены общественной палаты. Вот все-таки для таких инициативных граждан возможно ли это, или они могут присоединиться хотя бы на этапе консультант-экспертов общественной палаты? Ну, на самом деле, как бы, общественная палата уже сформирована. Но выборы в общественную палату прошли. Да, на ближайшие три года общественная палата сформирована. Но, опять-таки, если люди хотят активно участвовать в жизни муниципалитета и хотят сотрудничать с общественной палатой, они могут быть консультантами-экспертами. Для этого им надо выбрать ту или иную комиссию, связаться с председателем комиссии. И если будет сформировано то или иное направление, как рабочая группа в составе комиссии, они могут в нее войти. Для этого необходимо собрать определенное количество документов и, скажем, выдвинуть свою кандидатуру. Ну, кстати, вот пандемия показала, что лишних рук не бывает. Лишних рук. И вообще, вот эта вот вся ситуация, ну, помимо определенных там моментов, да, вот все-таки, и многие об этом говорят, что пандемия сплотила всех, сплотила каждого внутри своей семьи и внутри большого количества, да, людей и общества. И то волонтерское движение, которое было организовано в нашем муниципалитете и в которое, безусловно, входили и члены общественной палаты, оно показало свою эффективность. Ну, на самом деле здесь даже не то, что эффективность, а абсолютную необходимость и востребованность. Потому что я абсолютно четко понимаю, что без волонтерского штаба было бы невозможно реализовать те задачи и, может быть, приблизить тот день, когда мы можем говорить о том, что пандемия отступила. Наш регион вышел на такое позитивное плато по ситуации с коронавирусом. И, в общем, можно уже говорить о какой-то стабилизации. Потому что нагрузка была очень большая на администрацию, на все структуры, на, скажем так, все подразделения, которые по своим направлениям боролись с пандемией, помогали справиться с этой, ну, в общем, скажем так, достаточно серьезным испытанием, которое выпало на долю всего мира. Поэтому волонтеры здесь, конечно, выполняли очень большую работу, хочу сказать, абсолютно безвозмездно. То есть это был просто порыв души помогать, приходить на помощь. Не знаю, кто-то приходил сам, кто-то предоставлял транспорт, кто-то покупал продукты или просто ходил в аптеки, в магазины, то есть вот все действительно постарались помочь друг другу. Да, это была работа на протяжении практических трех месяцев. То есть началось это... В середине марта. Да, это началась работа 21 марта. Мы подключились и вот ежедневно, практически в режиме 24 на 7, мы работали, мы принимали те звонки, принимали те заявки, которые поступают от жителей, ну и практически, скажем так, ежечасно оказывали помощь тем, кому это необходимо. Вот. И хочу сказать, что на самом деле это также показало, как много у нас неравнодушных людей в муниципалитете, готовых приходить на помощь, готовых поддерживать друг друга. На самом деле это очень важно. И самое главное, что эта работа будет продолжена, ну не в рамках пандемии, а в будущем. То есть вот те ресурсы, которые сейчас появились, самое главное их сохранить и не растерять. Ну у нас осталась команда абсолютно замечательная, крепкая, дружная команда. Наверное, это уже можно сказать, что это большая семья. И, конечно, мы абсолютно готовы, чтобы и дальше участвовать в замечательных проектах на благо нашего округа, творить добрые дела, поддерживать замечательные, хорошие инициативы. И на самом деле я думаю, что это здорово. Марьяна, мы уже в самом начале нашей программы говорили о том, что сейчас проходит досрочное голосование, общественники тоже привлечены к этой работе и в числе наблюдателей, и в числе тех, кто проверяет, как организована работа на избирательных участках, потому что с учетом пандемии все-таки в этом году есть нововведения. Вы уже проехали немало избирательных участков. Вот ваше впечатление. Довольны ли вы все? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Одинцовский городской округ один из самых крупных по количеству избирательных участков. Мы, насколько я знаю, вторые в Московской области после Балашихи. То есть у нас достаточно большое количество участков, 234, включая Звенигород. И у нас 1464 наблюдателя. Это тот пул наблюдателей, который у нас сформировался. То есть те люди, которые захотели участвовать и быть общественными наблюдателями. Хочу сказать о том, что в этот раз общественные наблюдатели руководствуются основным для себя, так скажем, регламентом, документом, который был разработан Общественной палатой Российской Федерации. Это так называемый золотой стандарт. Это свод правил, такой регламент, по которым общественные наблюдатели оценивают работу избирательной комиссии, избирательного участка. И смотрят, все ли соблюдается. То есть золотой стандарт включает в себя 38, так скажем, пунктов до основного дня голосования. То есть с 25 по 30. И 69 пунктов на первое число, которые должны соблюдаться. Соответственно, о всех нарушениях, которые общественный наблюдатель может зафиксировать, он сообщает нам, непосредственно мне, или еще у нас есть телефон общественной палаты. И, соответственно, все нарушения мы фиксируем и передаем уже в ситуационный центр. Ну, практически завершается досрочное голосование. Вот есть ли нарушения? Какие? Вы знаете, Мария, я на самом деле очень рада. Хочу отметить, что, опять-таки, нарушение не было зафиксировано. И в процессе нашего тоже объезда и мониторинга участков хочу отметить, что голосование проходит на очень хорошем уровне в плане организации. Все очень, скажем так, сделано грамотно в соответствии с теми основными требованиями, которые у нас сейчас предъявляются к безопасности голосования. Это и соблюдение социальной дистанции, безусловное предоставление всех средств защиты. Независимо, то есть может избиратель прийти без своей маски, без перчаток. Все будет предоставлено на участки. В большом количестве присутствуют средства дезинфекции. Все участки, согласно графику, практически ежечасно обрабатываются. Измеряется температура каждого избирателя, который приходит на участок. А также очень важно, что в этот раз любой житель может заказать такую услугу голосования на дому, без указания причины. То есть он просто может позвонить и сказать, что я хочу пригласить представителей избирательной комиссии ко мне домой и хочу проголосовать на дому. На самом деле это очень востребовано на данный момент. Очень много голосуют на дому. Ну и просто остаются люди, которые еще действительно, которые неукоснительно соблюдали во время пандемии все рекомендации, которым очень сложно сейчас сразу взять и выйти, пойти на избирательный участок, понимая, что все-таки как бы не разграничивали потоки людей, тем не менее, это пусть минимальное, но скопление людей. Ну, опять-таки... Это удобно. Хочу сказать, что очевидно для минимизации, скажем так, скопления народа на участках, чтобы сделать людские потоки, так скажем, достаточно рассредоточенными, были введены дополнительные дни голосования с 25-го числа. Поэтому тут, я думаю, что удастся сделать действительно наиболее безопасным процедуру голосования. Но опять-таки хочу сказать, что для того, чтобы пригласить членов избирательной комиссии на дом, необязательно указывать причину, это просто может быть желание. Также хочется сказать, что наше, так скажем, взрослое поколение, уже 65+, очень активно участвует в процедуре своего участия в голосовании. Они приходят, также приглашают на дом представителей избирательной комиссии. То есть такие самые активные у нас. Спасибо за интервью, спасибо, что были с нами. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.